Друзья, я так полагаю, что у нас начинается наш стрим на канале на канале Портнов Блог. Значит, у нас урок сегодня будет 9.2 Может быть, мы потом его как-то переименуем Тестирование программного обеспечения И у нас сегодня разговор пройдет про Unix Нет, тогда будет просто, так, хорошо, Unix Не знаю, как его назвать Тогда это будет... Introduction to Linux Подожди, подожди, Unix Unix I see, Michael, I'm sorry It's from Nova Влад Силверман Это гай, который к нам приходил учить, хотел Влад Силверман? Да Который хотел учить, да Это мой доклад Бывший Ну, Химон, как-то в стадии He wants to come to study He can come to study I mean, he is brilliant Michael, I can remember him very well Unix, Linux, сейчас, урок 9 Значит, так, Unix, Linux, номер 1 Один из двух Мишенька, как будет introduction, слово по-русски? Introduction, введение Введение в Linux Введение, давай так и скажем Введение в Linux Введение, окей Unix Linux Окей Введение, тогда уже скажем так Введение в Unix Linux Для тестировщиков, Жанна Абсолютно Для тестировщиков Вот, трансляция-то ведет там или что? Сейчас мы посмотрим Для тестировщиков Номер 1-2 Это то, как мы сейчас будем называть Вот то, что Жанна будет делать ближайшие пару занятий Два занятия Одно сегодня, а следующее, Жанна? Следующую в среду В среду Сегодня вторник Не завтра в среду А через неделю В среду На следующей неделе Ну что? Значит, у нас, в общем, у нас все идет То есть, картинка идет Ребята все видят Я даже могу глянуть Нет ли у нас там каких-нибудь А вот в чате даже Привет нам говорит Михаил Ну, ме так ме Буду Михаил Что вы можете сказать о микротик Знаете, что такое про микротик? Жанна, ты слышала такое? Микротик Я не знаю, друзья Мне очень стыдно Если так все время В последнее время больше спрашивают о том, что с рублем делать Вот Может быть, это как-то связано Я не знаю Потому что такого еще Толик Никто не спрашивал Честно вам скажу Значит, ребята Мы с вами готовы Так? Василий, у вас все идет Все запущено Я минимизирую Жанночка, я минимизирую это окошко, но оно есть В случае чего ты можешь его вытащить на свет Вот она в этом браузере В опера Да, в опера, да Вот И тут у них идут какие-то, значит, сообщения Дай им бог здоровья Значит так, теперь мы должны Я буду общаться с ребятами через скайп Если есть какие-то вопросы, комментарии Нет, послушайте, да Те, которые в скайпе, те в скайпе И эти в прямом эфире Поняла Все Прямой эфир у нас вот здесь Они обычно почти ничего не пишут Теперь У нас есть наша основная группа Вот они как раз в скайпе Отлично Вот они здесь Вот они вот здесь будут писать Пока не началась трансляция, как я понимаю Давай сделаем вот что, Жанна Давай мы скажем старт Бродкаст Здравствуйте, друзья Я хочу спросить, слышно ли меня? Есть звук? Отлично Да, отлично Значит, я вам Жанночка, ты не хочешь, чтобы они тебя хоть видели? Они меня однажды, ребята, видели, по-моему Так, друзья Я вам покажу Жанну Это такая Жанна Вам понравится Вот, пожалуйста Вот мы с Жанной Здравствуйте, ребята Мы уже с вами встречались Вот это Жанна Совершенно замечательно Жанночка, напомни, из какого ты места? Я все время город забываю Черновцы Нет, это еще как-то Могилев-Подольский С Могилева-Подольского есть кто-то? Так, наверное, вы знаете Жанну Да Я хочу сказать, что недавно пришла женщина И она говорит Я жила Жанна, не выходи из кадров Она говорит Я жила Я из города Прилуки Икрушку принесла Прилуки Это Черниговская область Я говорю Ой, у меня в Прилуках Жил двоюродный брат моего папы Там его звали Аба Гертман Она говорит Гертманов я знаю И начинает перечислять Значит, там моего троюродного брата знает Там еще кого-то знает Она говорит Но я уточню Вот Дальше она приходит Через несколько дней Специально в офис Чтобы рассказать Она провела расследование Да Но она говорит Ой, Гертманов я знаю Так они же все уехали в Израиль Значит, ты понимаешь На все Прилуки Был один Гертман Хотя, надо сказать Что я и в Москве Ни одного не знал Во всяком случае Я еще говорю Жанна у нас Из Могилева-Подольского Кто-то Да С такого невеликого Районного центра На Винничине Если кто-то понимает По-украински То вы меня поняли Друзи Whoever Размовляет Украинскую мову Да Кто размовляет Украинской мовой Они меня не понимают Жанна, такое ощущение Что ты училась В украинской школе Я училась Украинской школе У вас правильное ощущение Вот А там не было такого Что одни евреи Там в классе Много Да Но они тоже размовляли Только украинской мовой Это была родная мова Все Окей Хорошо Друзья Вот у нас Украиномовная Жанна Она расскажет нам Сегодня про Unix Точнее у нас будет Два Два Занятия Одно сегодня У нас сегодня Вторник с утра Следующее занятие Будет в среду с утра То есть не по расписанию Она Жанна Со своим вторым занятием Вклинится в наше В наше расписание И Делает второй урок И так Тема у нас сегодня Unix Введение в Unix Для тестировщиков Абсолютно Все друзья Я отдаю вам Жанну Делайте с ней что хотите Значит Жанночка Когда ты встанешь на запись Уже нажми тогда кнопочку рекординг Обязательно Все Через несколько секунд Мгновение я нажму Давай Ну что убрать твой светлый образ Мой светлый образ уже убрать Я думала что вы убрали Я же как Я не вижу Значит нет Ой Мишенька Уберите Все друзья Светлые образы убираем Так все Нету светлых образов Спасибо Большое спасибо Короче Когда ты пойдешь на запись Нажимаешь там кнопочку Да Здравствуйте дорогие ребята И дорогие товарищи Как мы когда-то привыкли говорить Мне очень приятно Встретиться с вами опять И Через пару секунд Пару мгновений Я включу Нажму на кнопку Старт рекординг Вот Опять хочу извиниться Потому что Извините за то Что наверное Половина терминологии И языка Это будет что-то по-английски Что-то будет По-русски Потому что мне очень трудно переводить Извините пожалуйста Заранее Вот А теперь Я нажимаю кнопку Старт рекординг Старт Здравствуйте Сегодня мы поговорим Я назвала свой класс Свой курс Введение в леникс Юникс Потому что на самом деле Если глубоко копнуть В леникс Это Такая глыба Такой айсберг То что мы с вами Постараемся сделать За два занятия Это конечно Времени очень мало Может быть Мы попросим У Михаила и третьи Посмотрим как у нас получится Как вам это пойдет У вас Вот Но Я хочу Сказать Вот почему Мы занимаемся Как бы QA Не как бы А QA Quality Assurance Тестированием Приложений Софтворных приложений И при этом Мне даже здесь Студенты Он сайт Говорят Зачем нам Какой-то юникс Какой-то леникс Мы Тестируем С end-user Position С end-user С точки зрения Конечного Пользователя Зачем нам Ваш леникс Что Зачем вы нам Даете знания И как их Можно применить Так вот Я хочу вам сказать Что Я не знаю Как В России В Украине В других там Странах Бывшего СНГ Я не знаю Но здесь Когда ты Имеешь В резюме Просто слово Леникс А в придаче К этому Еще и SQL Или SQL Как говорят То есть Умешь работать С датами С датами С базами данных То Probability Увеличивается Найти работу Увеличивается Как минимум На 20-30 Процентов И причина В этом Такова Что никому Практически Никому Не нужны Тестировщики Которые умеют Тестировать Только С точки зрения Конечного Пользователя Все Самое Интересное Все Скрипты Все Работы Все Кверис Все Это Behind The Screen Это Позади Сцены Это За Сценой И Конечный Юзер Этого Не Видит Это Полный Black Box Когда Вы Тестируете С Front End Чтобы Немножечко Войти Внутрь Чтобы Понять Что Происходит Какие Процессы Двигаются Внутри На Application Server Очень Важно Абсолютно Очень Важно Понимать Что Делается На Server Side Или На Back End И Когда Мы Тестируем Back End Что Включает В себя Тестирование Баз Данных И Процессов Которые Происходят На Back End Это Уже Во-первых Greybox Testing Во-вторых Это End To End Testing В-третьих Это Дает Вам Громадное Удовлетворение Потому Что Мы От Своей Работы Все Таки Должны Получать Удовольствие Мы Проводим На Рабочем Месте Больше Большую Половину Нашей Жизни И Мы Должны Быть Счастливы На Ней Мы Должны Получать Удовольствие И Когда Ты Разбираешься И Знаешь Что Происходит Позади Не То Что Видишь Вот Здесь Вот А То Что Происходит Где-то Там Внутри То Чего Юзер Не Видит Пользователь Не Видит Это Очень Очень Важно Я Вам Просто На Секундочку Хочу Показать Маленькую Маленькую Схемку Как Работает Даже Вот Веб Аппликейшн Обычно Как Это Приложение Веб Которое Мы Получаем Через Интернет Маленькая Маленькая Схема Чтобы Вы Поняли Почему Это Так Важно Вот То Что Вы Сейчас Увидите На Доске На Экране Я Его Увеличу Конечно Вот Это Маленькая Очень Примитивная Схема Того Как Работает Приложение Веб Приложение Которое Мы Получаем Через Интернет И Я Надеюсь Что Вы Видите Это Все И Я Могу Даже Сделать Немножечко Зум Да И Вот Что Мы Здесь Видим Ребята Значит Как мы видим Система Приложения Это Состоит Как бы Из Двух Частей Клайн Сайт Клайн Сайд Это Как раз Именно То Что Видит Конечный Пользователь Юзер И Это Что Что Мы Делаем Как Тестировщики Откуда Мы Тестируем Аппликейшн На Приложение С Front End Мы Действительно Повторяем Имитируем Разные Активити Нашего Конечного Пользователя Да Это Может быть Позитив Это Может быть Негатив Тестинг Правильная Информация Которую Мы Вводим В Различные Поля Или Неверная Информация Потому Что Очень Важно Негатив Тестинг Но На самом Деле Вот Это Если Вы Видите Я Сейчас Маусом Показываю Клайн Сайт Мы Видим Здесь Браузер Браузер Который Живет На Операционной Системе Это Может быть Любая Операционная Система Как Вы Видите Браузер Тоже Может быть Аппликейшн И Какая Технология Там Используется HTML Сейчас HTML5 Как Вы Знаете Джава Скрипт И Разные Всякие Активити И Вещи Которые Делают Наши Приложения Красивым Атрактив Привлекают Больше И Больше Пользователей И Это Главная Цель Но Как Видите Все Что Здесь Происходит Это Действительно То есть Маленькая Маленькая Надводная Часть Громадного Айсберга Потому Что Абсолютно Все Процессы Вся Игра Вся Прелесть Происходит На Аппликейшн Сайт Сервер Сайт Часто Это Называют Back End Клайн Сайт Это Front End И Сервер Сайт Это Back Энд Когда Мы Посылаем Необходимые Calls Get Пост Вы У вас Была Лекция По Поводу REST API И Вы Понимаете Что Происходит Я Надеюсь И Потом Все Процессы Идут Здесь И Вы Можете Мне Поверить Можете Не Поверить Но На Самом Деле Все Эти Абсолютно Мощные Системы Имеют Операционную Систему ЮНИКС Или ЛИНИКС Почему Я Говорю ЮНИКС Или ЛИНИКС Почему То Я не знаю Мне трудно Объяснить Но так Случается Что Некоторые Даже Очень Опытные Программисты У нас Был Один Интервьюер Который Наших Студентов Интервьюировал На Предмет Интерншипа И Он Потом Дал Свой Отзыв Мы Всегда Очень Ценим Когда Интервьюеры Дают нам Отзывы Об Интервью Потому Что Это Для Нас Естественно Является Ресурсом Мы Понимаем Где Мы Должны Усилить Немножечко Улучшить Преподавание И Он Я С удивлением Услышала Как Он Сказал Вы Почему Не Обучаете Здесь Никого ЛИНИКС Все Студенты С которыми Я Говорил Знают Только ЮНИКС Но Вы Знаете Я Была В шоке В какой-то Степени Поняла Что Извините Интервьюеры Тоже Бывают Мягко Говоря Не Всегда Умными Людьми Потому Что Невероятно Странно И Дико Было Слышать Что Человек Который В общем-то Имеет Право Интервью Редак Интервью Ровать Других Людей И Набирать Себе В компанию Людей Специалистов Не Знают Что ЛИНИКС Это Один Из Многочисленных Вариантов ЮНИКС То Есть Мы Можем Говорить ЮНИКС Лайк Оперейтинг Систем И ЛИНИКС Является Одним Из Вариантов Этого ЮНИКС Потому Что На самом Деле ЮНИКС Был Интродюст В конце 60-х Годов И Он Был Вот Он Был Это Операционная Система Которая Была Представлена В конце 60-х Годов Как вы Видите У меня В слайде Даже В 69-м Году И С тех Пор Было Сумасшедшее Количество Очень Много Бесплатных И Очень Дорогих Коммерческих Видов Вариантов Или Как Говорят Флейворс Флейворс Оф ЮНИКС Это Как HP ЮНИКС БСД Солярис ЮНИКС В том Числе И ЛИНИКС Но Чем ЛИНИКС Хорош Чем ЛИНИКС Просто Замечателен Вы Знаете Это То Что Называется Оупен Сорс Он Абсолютно Бесплатный И Очень Часто Есть Вот Такая Вот Технология Которая Используется Для Того Чтобы Писать Создавать Вебные Приложения Она Называется Лэмп Я пишу Сейчас Ой Почему-то По-русски Здесь Извините Я Перейду На Английский Кейборд Значит Вот Лэмп Лэмп Что Это Значит Это Значит Что Вот Аббревиация Вот этих Вот Первых Бук ЛИНИКС АПАЧИ МАЙСКУЛ Или МАЙСКУЛ Вы слышите И ПИЭЧП Или в последнее время Еще говорят ПАЙТОН Использование Вот этой Вот технологии Разбозволяет Быстро Дешево И прекрасно Создавать Надежные РОБОСТ Как говорится Вебные Приложения Все Четыре Ресурса Здесь ЛИНИКС АПАЧИ МАЙСКУЛ И ПИЭЧП Они Конечно же Оупен СОРС БЕСПЛАТНЫ Вот Давайте Опять Вернемся К моей Презентации И немножечко Поговорим Об этом Какие Же Почему ЛИНИКС Ну вот Почему В чем Дело Что Так Привлекает Людей В ЮНИКСе В ЛИНИКСе Почему Не Виндоус Почему Не ЭПЛ Да потому Что Прекрасные Свойства Которые Имеет ЮНИКС И ЛИНИКС В том числе Пока Еще Ни одна Другая Операционная Система Не имеет Это Это Самая Мощная На данный Момент Операционная Система И вот Какие У нее Главные Свойства Те Вещи Из-за которых Она является Абсолютно Притягательной Для всех И действительно Может удовлетворить Любые запросы Работать С сумасшедшей Скоростью И так далее Во-первых Как вы видите Здесь Малтиюзер Что Это Значит Мы Контактируем Достигаем Рич Машину Которая Находится Сервер Которая Находится Абсолютно Далеко Вот как я Здесь Показала На вот Этой Схеме Сервер Сайт Никто Абсолютно Никто Из юзеров Из пользователей Нас Не волнует Где Находится Этот сервер Или В Чикаго Или В Москве Или В Харькове Или Где-то В Минске Нас Это Не колышет Ремоут Сервер Ремоут Мы Имеем Свой Все Что Нам Нужно Мы Имеем Свой Браузер На своей Какой-то Операционной Системе И Это Может Быть Тот Же Леникс Пожалуйста Убунту Леникс С хорошим Юзер Интерфейсом Или Это Может Быть Эпл Или Виндос Любой Марки Нас Никто Лишет Где Находится То Чтобы Тестировать Сервер Сайт Мы Должны Естественно Connect Связаться С этим Дистанционным Сервером Через Terminal Terminal S S H Secure Shell Terminal И Много Много Пользователей Может В одно И то же Время Представляете Работать На Одной И той Же Машине И они Не будут Interact Each Other Друг С другом Они Не будут Мешать Друг Другу Второе Замечательное Свойство Это Малтитаскинг Множество Задач Разных Программ Задач В одно И то же Время Может Бежать Одновременно На Сервере И опять Таки Они Могут Не Взаимодействовать Друг С Другом Организация Очень Строгая Иерархия В Структуре Всех Файлов И Директорий В Юниксе В Лениксе Вот И в конце Концов То что мы Называем Портабилити Потому что Операционная Система Юникс И Леникс Является Прекрасным Инструментом Прекрасным Инструментом Который Понимает И может Работать Может Быть Как Говорится Компатибл С Абсолютным Множеством Всяких Инструментов Которые Используют Программисты Девелопмент Тулс Они Могут И Компайл И Дебаг И Делать Абсолютно Все Вещи И Вот Эта Красота И Та Прелесть Почему Мы Используем Юникс И Леникс Архитектура Операционной Системы Юникса И Леникса Наверное Очень близка К Архитектуре Любой Другой Операционной Системы И Мы Можем Говорить О Таких Частях Как Кернел Шел Команды Файлы И Директории Файлы И Директории И Если Я Просто У нас Не так Много Времени Покажу Вам Множество Абсолютно Множество Это Одна Из Них Которая Как Б Показывает Архитектуру Операционной Системы Юникса Или Леникса Любого Флейвор Оф Юникс Значит Естественно Это Хардвер Любой Хардвер Который Ну Метал Это И Сипи И Всякие Девайсы И Память Это Все Вокруг Идет Кернел Который Является Сердцем Хаб В общем-то Любой Операционной Системе Это Сердце Юникса Это Как Мост Между Shell Где Юзеры Где Пользователи Печатают Свои Команды Программы И Металом Это Мост Между Ними Кернел Отвечает За Секьюрити Кернел Отвечает За Экзекюшн Всех Команд Это Одна Из Самых Главных Частей Этой Операционной Системы Если Мы Можем Сказать Кроме Того Есть Shell Shell Это Вот Тот Самый Секюр Shell Который Мы Получаем В Терминале Через Несколько Секунд Я Открою Вам Терминал И Мы Будем И Покажу Как С ним Работать И Что Shell Может Делать Во-первых Это В Shell Мы Печатаем Свои Команды Во-вторых Он Переводит Shell Как бы Транслейтор Он Интерпретирует Команды Которые Печатает Пользователь Чтобы Чтобы Кернел Понял Эти Команды Каждый Пользователь Имеет Собственный Shell Промпт Он Называется Shell Промпт И Мы Его Сейчас Увидим Опять Через Несколько Мгновений Да И Наконец Каждый Пользователь Может Кастомиз Кастомизировать Shell Под себя Для себя Может Использовать Элис Который Он Может Прописать Какие-то Правила Которые Он Может Прописать И Кастомизировать Для себя Shell Вот И В конце Концов Есть Еще И Команды Апплика Апплика Приложения Всякие Команды И Программы И Кроме Того Утилитис Утилитис Это Например Как мы Можем Послать На Принт Или Мейл Или Связаться С Дейтабейс Вы Видите DBMS Дейтабейс Менеджмент Сервис Или FTP Файл Трансфер Протокол Или Другие Вещи Вот Все Вот Эти Утилитис Это Главные Части Главные Части Операционной Системы Unix Между Прочем Очень Многие Задают Вопрос Эй Unix Linux Это Что Только Обязательно Command Line Строчка Команд Или Нет Я Просто Мне Очень Было Было Интересно Услышать Что Вы Думаете Имеет Ли Имеет Ли Имеет Ли 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 Имеет Ли Имеет Как вы Думаете Имеет Например Тот же Ubuntu Linux Там Прекрасная Гуи Но я вам Скажу Даже Больше Все люди Которые Пользуются Apple Вот так Вот Apple Абсолютно Чистый Чистейший Unix Чистейший Unix И Как мы Все знаем Один из Самых Лучших User Интерфейсов У Apple Так что Ребята Вот Но мы Все-таки Поговорим О командной Строке Я работаю Сейчас Нахожусь В офисе Михаила И я работаю С его Компьютера Естественно У него Windows Unix У нас На компьютере Нет Поэтому Я буду Использовать Симулятор Есть Очень Много Симуляторов Unix Леникса Терминала Я буду Использовать Один Из них Который Называется Сигвин Я Сейчас Напишу В скайпе Как он Зовется Секундочку Сейчас Я его Открою Ребята Да что ж Так Вот он Сигвин Которым Я буду Пользоваться Это Secure Shell Но это Действительно Симулятор Имитатор Настоящей Системы Unix Или Linux То есть Его название Я сейчас Пропишу Если вы Просто Хотите Позаниматься Для себя Это Очень Здорово Это Бесплатно Вы можете Его Инсталлировать И Тогда Вы Сможете Работать Apple Это Чистый Unix Ребята Я просто Отвечаю Вижу Здесь Идет Какая-то Переписка Я отвечаю Это Абсолютно Чистый Unix Даже Сейчас Когда вы Сидите С вашими Наверное Я надеюсь С вашими Компьютерами Лэптопами Ребята Те У которых Есть Apple Кто Сейчас Сидит С MacBook Или С каким-то Маковским Маковским Лэптопом Пожалуйста Под Application Просто Напечатайте Terminal И вы Откроете Terminal Так Так как Mac OS X Это Чистый Unix Terminal Is Built In Почему Сейчас Больше И Больше В Компаниях В Офисах Даже У Программистов Используют Mac Больше И Больше И Больше Несмотря На То Что Он Зачастую Намного Дороже Windows Причина Очень Простая Там Очень Много Вещей Уже Built In И Ты Не Должен Что Небудь Инсталлировать Так Вот Terminal Если Вы Просто Напечатаете Under Application В Application Fold Search Applications Terminal Вы Получите Terminal Unix Terminal И Вот Сейчас Я Его Открылась Я Хочу Его Немножечко Zoom In Я Не Уверена Что Вы Сможете Все Увидеть Поэтому Я Вот Текст Сделаю Больше Фонт Я Так Попробую Фонт Select И Я Попробую Его Сделать Вот 14 Я Надеюсь Что Это Будет Лучше По Крайней Мере Лучше Немножечко Окей Вот Значит Я Сейчас В Терминале И Вы Видите Что Dollar Sign Dollar Sign Это И Есть Вот Этот Вот Shell Prompt Который Unix Или Linux Снабжает Предоставляет Каждому Пользователю Вы Видите Что Курсор Blinking Here Это Значит Что Мы Когда Мы Видим Вот Этот Dollar Sign Это Linux Unix Prompt И Курсор Здесь Мы Можем Начинать Печатать Любые Команды Окей Где Мы Сейчас Находимся По Умолчанию By Default Когда Мы Sign In Log In В Любой Remote Систему Используя Терминал По Умолчанию Мы Приходим В Home Directory Извините Дорогие Мои Я Тоже Windows User И Я Тоже Употребляю Слово Folder Вот Всякие Папки Это Folders Да Но Когда Мы Говорим О Linux Unix Мы Забываем Слово Folder Потому Что На самом Деле Это Директория Directory Вот И Все Абсолютно В Unix И Linux Идет Организована Вся Информация Организована В Файлы Файлы Собраны В Директории By Default По Умолчанию Мы Приходим В Нашу Домашнюю Home Directory Да Вот Я Сейчас Логин И Я По Умолчанию Нахожусь В Home Directory Так Устроен Unix Linux Чтобы Понять Я Буду Какие-то Стараться Приводить Аналогии С Windows Кроме Того Я Думаю Мне Кажется Что Даже Если Люди Которые Сидят По Ту Сторону Экрана Не Все Знают Или Знакомы С Unix Лениксом Может Быть Многие Из Вас Я Надеюсь Знают Дос И Поэтому Тоже Знакомы С Командой С С С Командами Какой Главный Синтакс У Unix Linux Особенности Синтакса То есть Во-первых Unix Linux Он Case Sensitive Я не знаю Соранее Говорю Я не знаю Как это Сказать По-русски То есть Если Большие Буквы И маленькие В зависимости От того Как Напечатана Команда Реакция Ответ Результат Будет Абсолютно Разный Понимаете Общий Синтакс Правила Структура Команд Unix Следующая Мы Печатаем Название Команды Команду Мы Печатаем Если нам Нужно Option Если Нужно Это Optional И Если Нужно Аргумент В зависимости От Вот Этого Вот Второго Второго Знака Здесь Option Результат Даже С той же Командой Может Быть Абсолютно Разный То есть Например Я Здесь В этом Слайде Привожу Пример Команды WC Word Count Подсчет Слов И В зависимости От Options Она Будет Выдавать Абсолютно Разные Результаты То есть Если Одна Options Будет W Мы Посчитаем Количество Слов В файле Если Будет Option C Мы Посчитаем Количество Characters Знаков Если Будет L Майнус L То Мы Посчитаем Количество Линий Линий В файле То есть Как Вы Видите Отсюда Из Этого Примера Мы Печатаем Команду Потом Обязательно Знак Минус Или Да Знак Минус И Option Всегда Через Space Мы Обязательно Сделаем Пробел Без Пробела Не Поймет Никто И Для Того Чтобы Эта Команда Выполнилась Мы Обязательно Должны Нажать На Enter Key Или Ввод Я По-моему По-русски Key Enter На Нашем Кейборде Дальше Ребята Я Здесь Написала Что Все Unix Команды In Unix Itself Он Case Sensitive То Есть Если Ты Даже Напишешь Например Я Сейчас Напишу В Скайпе Если Мы Допишем Здесь Название Файла Которое Называется My Файл Или Или же My Файл Или же My Файл Как Вы Понимаете Windows Все И Apple Тоже Все Эти Файлы Будет Это То же Самое Это Один И Толчий Файл Потому Что Windows Не Является Case Sensitive Командой Операционной Системы В Linux Unix Они Являются Вот Как Кто-то Написал Чувствительный Крегистр Окей Я Согласна Я Не Совсем Понимаю Что Это Значит Но Я С Вами Согласна Вот То Есть Абсолютно Четко Это Было Бы Вот И Вот Эти Вот Три Названия В Linux В Unix Это Три Совершенно Разных Файла Хорошо Ребята Ну Давайте Начнем Понемножечку Я Не Совсем Уверена Что У всех Есть Apple Или Есть Ubuntu Linux Или Еще Какой-нибудь Терминал Вот Я Сейчас Буду Работать С Сегвином И Я Просто Если Вы Захотите Заниматься Я Абсолютно Приветствую Желание Инсталлировать Сегвин Или Может быть Вы Можете Найти Какой-нибудь Другой Симулятор SSH SSH Опять-таки Я напишу В скайпе SSH Что значит Secure Shell Вот Какой-то Симулятор Unix И Было Бы Здорово Если Вы Попытались Что-то Сделать Когда Мы Windows Хотим Увидеть Из Чего Состоит Контекст Наших Директорий Фолдеров Мы Просто Дважды Кликаем И Видим Всю Эту Картину Windows Explorer 3 Мы Там Видим Все Файлы Директории Все Абсолютно Что Находится Внутри Ребята В Unix Это Сделать В командной Строке Намного Проще Ты Всего Лишь Пишешь Команд LS For The List LS И Ты Должен Нажать Конечно На Key Enter Return В Unix Он Называется Return Иначе Команда Не Выполнится Видимо У нас Network Не Очень Быстрый И Как Вы Видите О Ничего Себе А там Ничего Нет Да Ведь Это И Ожидаемый Ответ Мы Ведь Ничего Не Создали Почему Мы Должны Что Нибудь Увидеть Логично Абсолютно Давайте Попробуем Что Либо Создать Как Мы Можем Создать Файлы К сожалению У меня Нет Абсолютно Большого Времени Чтобы Проводить И Рассказывать Аналогии И С Windows И С ДОС То есть Мы Будем Работать Так Команда Номер Номер Один Мы Создадим Директорию Мы Создадим Фолдер То что Называется В Windows Чтобы Создать Новую Директорию Директорию В Unix Linux Мы Используем Команду MK DIR Make Директории MK DIR И мы Должны Сдать Название То есть Я предлагаю Допустим Создать Директорию С Сегодняшней Датой Сегодня у нас Апрель Zero Four И какое у нас Число По-моему Десятое И год 2017 Дорогие мои Если кто-то Имеет Возможность Работать Сейчас Вы можете Создать Директорию С любым Названием Для меня Это просто Удобно И конечно Чтобы эта Команда Выполнилась Я нажимаю На Key Или как это На кнопку Enter На моем Keyboard Ок Давайте Повторим Команду LS Как вы видите Вот здесь Она ничего Нам не показала И это было правильно Потому что У нас ничего Не было Давайте Повторим Эту команду Опять LS Увы Есть Мы видим Мы видим Zero Four Ten Two Ten Zero Four Ten 2017 Это Название Директории Которую Мы создали Но О май Гот Как говорится Откуда Я знаю Что это Директория Как мне Как мне проверить Себя Очень легко Это видеть Все В Windows Мы видим Вот Фолдер Он даже Имеет форму Такой папочки Да Как мы привыкли А здесь Как это Увидеть Ребята А здесь В Unix В Linux Чтобы понять Что у нас Обычный файл А что у нас Директория Мы будем Run Run Execute Ту же самую Команду LS Но теперь Уже С определенной Опцией LS Как я и раньше Говорила По синтаксу Пробел Знак Минус И мы Сделаем Option Используем Option L L For long List For long Format И естественно Нажмем на Enter И что мы Видим Мы видим Намного Больше Длиннее Строку Чем мы Видели Изначально Когда мы Просто Run Команда LS Мы видели Только Название Вот я Хайлайт Его А вот Теперь Когда мы Добавили Option L For long Long Format Мы видим Информации Намного Больше Давайте Проанализируем Что Мы Видим Справа Налево Как бы Проще Сейчас Понять Я буду Хайлайт Название 11.42 Это наше Время Здесь Это время Потом И выйдем Апрель Десятое Это Это Date Data Размер Естественно Мы только создали Директорию Которая Пустая Ноль Это Группа Мы поговорим Об этом Позже Может быть Даже В следующий Раз И Это Владелец Файла Так Как я Работаю На Компьютере Михаила То Вы Видите Что Владелец Owner Of The File Есть Михаил Дальше Я Вот Здесь Вот Хайлайт Вот Эти Вот Десять Знаков Девять Знаков Начиная Мы будем Разговаривать Об этом Позже Это File Permission Или Директории И Первый Первый Знак First Character Мы Видим D Буква D Буква D Значит Что Это Директория Это Значит Что Это Директория Давайте Теперь Дорогие Мои Создадим Файл Как Можно Создать Файл И Это Кстати Очень интересный Вопрос На Интервью Как Можно В Unix В Linux Создать Файл Есть Очень Много Различных Способов Самый Простой Элементарный Есть Такая Команда Touch Touch В переводе На русский Дотронуться Тронуть Touch Когда Мы Пользуемся Этой Командой Если Файл Не Существует Имя Файла Не Существует Он Создается Если Файл Уже Или Директория Существует То Меняется Время Таймфрейм То что Называется Давайте Попробуем Команд Touch И мы Дадим Название Файла Touch Файл One У меня Фантазия Не Очень Сильно Развита Я Беру Самое Элементарное Название И Конечно Press The Return Key Или Enter Key Что У нас Теперь Чтобы Увидеть Что У нас Контекст Нашей Директории Домашней Мы Run Command LS Что У нас Есть Мы Видим Два Айтема Две Две Инстанции Которые Мы Создали Вот Одна Из них Вот Файл Один Вторая И Опять Таки Чтобы Понять Что Из них Файл Что Из них Директория Или Фолдер В переводе На Виндовский Язык Мы Run Ту же Команду Только Уже С Опцией L For The Long Как Вы Помните И Что Мы Видим Мы Видим Что Zero Four Ten 2017 Первый Первый Карактор Первый Знак D Буква D Что Значит Директория И Для Файл Один Который Мы Создали С Помощью Команды Touch Мы Видим Прочерк Мы Видим Минус Знак Минус Показывает Что Это Просто Файл Вот Таким Вот Образом Мы Всегда Можем Понять В Командной Строке Линии В Unix Или Linux В Любом Flavor Any Flavor Of Unix Linux Мы Всегда Можем Понять Файл Или Директория Так Мы Создали Этот Файл Просто С Командой Touch Естественно Он Тоже Пустой И Вы Видите Здесь Ноль Ребята Я хочу Просто Зайти В Скайп На Секундочку Скажите Мне Пожалуйста Есть Ли Какие То Вопросы По Дефолт Я не знаю Что Вы Делаете Local Host Логин Я не знаю Чем Вы Говорите Ребята А Вы Спрашиваете О Расширении Отлично Отлично Вопрос Очень Хорош Расширение Вы Очень Здорово Подхватили Егор И Вот Что Я Хочу Сказать Правильно Мы Пользователи Windows Мы Пользователи Apple И Нам Конечно Очень Важно Какое Расширение Имеет Файл Да Если Это Word Документ Офисный Какой-то Документ Или Это Обычный Plain Text ASCII Text Как В Notepad TXT Или Еще Для Windows Мы Обязательно Должны Прописать Расширение Иначе Операционная Система Не Откроет Файл Она Даже Они Спрашивают Иногда Я хочу Открыть Какой-нибудь Файл С Программы Которая У меня Например Не Инсталлирована На компьютере И мы Всегда Получаем Ответ Вопрос А как Ты хочешь Открыть Этот файл С какой-то Программы Которая Уже Существует У тебя На компьютере Или Мы Должны Что-то Новое Инсталлировать Ребята В Лениксе Это Не Надо Леникс Юникс Абсолютно Не Интересует Что Ты Хочешь Добавить Я Я могу Я могу Сейчас Создать Файл И вы Будете Может быть Даже Вам Будет Смешно Тач Какая-то Абракадабра И так далее И Я его Создам Я его Создам И Абсолютно Мою Операционную Систему Леникс Юникс Не Волнует Чего Я Там Пропишу А знаете Почему Да Потому Что Леникс Юникс Не Нужно Прописывать Никакие Расширения Это Операционная Система Бай Дефолт Она Знает По Содержанию Самого Файла Что Это За Файл Понимаете По Содержанию Файла Она Знает Что Какой Тип Файла Расширение Не Нужно Я Надеюсь Что Я Ответила На Вопрос Егора Но Это Очень Интересный Вопрос Для На Интервью Как Узнать Какой Тип Файла Существует А Есть Очень Шикарная Простая Команда Которая Так и Называется Файл Какой Я хочу Понять Я хочу Понять Какой Тип Файла У меня Вот Это Вот Моя Абракадабра Которую Я Создала Джей И так Как Я Во-первых Лению Печатать Ленивый Человек По жизни А во-вторых Так Я Так Абракадабру Очень Трудно Без Ошибки Повторить Я Используюсь Неким Маленьким Прекрасным Секретом Который Мне дает Терминал Я написала Первую Вибитти Первую Буковку А теперь Я нажму На Таб И мой Прекрасный Юникс Напечатает Это За Меня И Когда Я Выполню Эту Команду Я Сразу Ж Пойму Ну-ка Ну-ну-ну-ну Очень Медленный Нетворк Он Сейчас Мне Показывает Что Э Жанна Мы Не Можем Тебе Сказать Какой Тип Файла У Тебя Потому Что Файл Пустой Empty Вы Видите Какая Умная Великолепная Программа Не Программа Операционка Операционная Система Слушай Ты раньше напечатать Что ты там Хочешь Может у тебя там Будет даже Шикарный Код Скрипт Шенскрипт А потом Запусти мою Команду Файл И название Того файла Чей тип Ты хочешь Определить И тогда Я тебе скажу Что там У нас Получится Хорошо Двигаемся Вперед Ребята Теперь Я не хочу Создать Пустой Файл Я хочу Создать Файл В котором Что-то Есть Пусть Какая-то Тоже Ерунда Но тем не менее Я не хочу Чтобы было Вот такой Вот ноль Как я имею Размер файла Ноль Как можно Это создать Во-первых Мы можем Выполнить Любую Команду И использовать Оператор Который Называется Redirect Потому что Все что мы Печатаем Все что мы Печатаем Это у нас Стандартный Аутпут Аутпут А я могу Вот если Я печатаю Опять-таки Кто может Там Видишь Команда И она Все воспринимает Как команда Команда Не найдена Все что мы Печатаем Вот здесь Вот в терминале Или все что мы Пытаемся Результат команды Любой Которую мы Выполняем Это Стандартный Аутпут А я могу Иногда Аутпут Этот Перевести Внутри Файла Например Команда Эхо Команда Эхо Обычно Просто Сейчас Выведет На терминал Все что я Напишу В кавычках Допустим Я напишу I like Linux Окей И Выполню Эту команду Как вы видите Все что сделала Эта команда Она здесь Вот прямо На терминале Эта команда Эхо Она разрешает Просто ты пишешь Ее И результаты Этой команды Вот то что ты поставила Внутри Оно выходит До сюда Но я Могу Перевести Вот этот Вот стандартный Вот то что я Хайлайт Ну вот Эту строку Внутрь Любого файла Давайте-ка Попробуем Я опять Напишу Команд Эхо Я повторю Тоже команду Кстати Если опять-таки Для ленивых Людей Я пользуюсь Стрелками Arrow И если я Нажимаю Стрелку Вверх Она повторяет Предыдущую Команду И теперь Я воспользуюсь Оператором Redirect И я хочу Результат Этой команды Результат Этой команды Просто будет Выведена Строчка I like Linux А я хочу Чтобы она Перешла Внутрь Файла Пустого На данный момент Файл Файл One Давайте-ка Видите Теперь я уже Не вижу Этот текст Здесь Потому что Результат Пошел Внутрь Внутрь И теперь Когда я Run Команду Аааа Мой файл Мой дорогой Файл Уже Не пустой В нем Есть какой-то Размерчик Как вы видите File One Да Вот Есть еще Замечательная Команда Которую Я действительно Хочу с вами Сегодня Рассмотреть Потому что Команда Используется Очень-очень Часто И имеет Очень много Разных Целей Выполняется Для получения Абсолютно Разных Результатов Команда Как бы Смешная Название Cat Как кошечка Cat Команда Cat Команда Cat Позволяет Видеть Содержимое Файла Если я сейчас Делаю Cat File One Я увижу Содержимое Этого Файла Если Еще Содержимое Этого Файла Как раз Та строка Которую Мы сюда Перевели I Lock Linux Видите То есть Мы можем Выполнить Команду Cat Которая Позволяет Прочитать Содержимое Файла Но Кроме Этого С командой Cat Можно Сделать Еще Много Всяких Вещей Кстати Интересно Почему Такое Название Странно Обычно Команды Имеют Какую-то Какую-то Причину Для Такого Названия Команда Cat Названа Абсолютно Не потому Что Кто-то Любит Животных Особенно Кошечек А Это Сокращенное От Слова Кокотинейт 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 Это Значит Взять Содержимое Нескольких Стрингов Нескольких Файлов И Соединить Конкотинейт Сокращенное Будет Cat То есть Команда Cat Имеет Очень Много Разных Значений В том числе Мы можем Создать Файл С командой Cat И сейчас Мы это Сделаем Мы напишем Команду Cat Мы используем Оператор Redirect И мы напишем Название Файла Допустим Я хочу Создать Файл С названием Фрукты Fruits Fruits Red Enter Вы видите Теперь Мой Курсор Он Прыгнул Вниз И вы Уже Мы не Видим Команд Мы не Видим Промпт Shell Промпт Мы не Видим Dollar Sign Почему Потому что Мы сейчас Внутри Процесса Внутри Команды Cat Что мы Делаем Мы Пишем Сейчас Команду Cat Мы используем Оператор Redirect И все Что мы Сейчас Напишем Пойдет Внутри Файла Фрукты Fruits Давайте Попробуем Написать Какие-то Фрукты Которые Мы Помним Я Не знаю Сейчас Со Спеллингом У меня Будут Проблемы Не Судите Строго Apple Это Я Знаю Точно Дальше Мы Напишем Какие-то Что Господи Банана Помню Точно Есть У Нас Еще Берри Всякие Ягоды Да Что у нас Еще Есть Виноград Который Грейп О боже Что мы Еще имеем Уже Забыла Забыла Абсолютно Блубери Ежевика Так И Достаточно Не Хочу Себя Больше Челлендж Для Того Чтобы Выйти Из Этого Файла Как Вы Видите Я Перешла На Новую Строку И Я Сейчас Нажму Ctrl D D Как Дэвид Ctrl D И Я Опять Вижу Shell Промпт Я Вижу Доллар Сайн Давайте-ка Посмотрим Что У нас Есть Что Я Создала Я Напоминаю Что Чтобы Увидеть Контекст Или Содержимое Нашей Директории Домашней Директории Мы Run Команду LS List LS У нас Уже Что-то Есть И мы Видим Это В Алфабетик Ордер В Как Это В Порядке Правильно Ой По Алфавиту Вот Цифры Всегда Идут Впереди Потом Файл Один Фрюц Тоже Начинается С Буквы Ф Следующая Буква После Ай Фрюц И потом Вот Это Моя Какая Абра Кадабра То Что Я Создала С Командой Тач Давайте-ка Проверим Еще Раз Что У Нас Файлы Что У Нас Директория Мы Уже Знаем Чтобы это Сделать Мы Должны Напечатать Ту же Команду LS Сделать Пробел И добавить Опцию L Long Format И мы Видим Что У 04 10 2017 Первый Карактер Первый Знак Буква D Это Значит Что Это Директория И У Трех Остальных Айтемс Здесь У нас Прочерк Вернее Минус Это Значит Что Все Три Файлы И мы Видим Что У нас Фрюц Имеет Какой-то Размер Мы Уже Знаем Что С помощью Команды Cat Мы Можем Увидеть Содержимое Контенс Файла Самого Как Как Это Сделать Мы Ран Команд Cat И Название Файла Фрюц Что Мы Видим Абсолютно Только То Что Мы И Напечатали То Есть Наша Команда Фрюц Имеет Вот Таких Пять Строчек Вот Каждая Строчка Имеет Только Одно Слово И мы Теперь Можем Даже Попробовать Использовать Ту Команду Которую Я вам Показывала В самом Начале Как Образец Синтакс Фор Юникс То Есть Команда WC Что Означает Word Count С Опцией W И Название Файла Конечно Нужно Покажет Нам Количество Слов В файле Давай Ка Быстрее Пять Вы Видите Пять Действительно Пять Слов Трудно Ошибиться Как Говорится Та же Самая Команда Только С опцией Л Покажет Нам Количество Линий Наверное Не Самый Лучший Пример Потому Что У нас Количество Линий Соответствует Количество Слов В каждой Линий Всего Одно Слово И Если Мы Run The Same Command С Опцией C От Character И Стот же Название Файла Оно Нам Даст Количество Знаков Количество Characters В Этом Файле Мы Точно Таким Же Образом Можем Создать Любые Файлы Я Просто Хочу Теперь Сделать Маленький Перерыв Чтобы Все Таки Рассказать Я Уверена Почему Что До сих Пор Мне так Кажется У Очень Многих Людей Которые Сейчас Может Слушают Меня Может Скучают Может Говорят Какого Черта Жанна Тут Нам Чего То Рассказывает И Мы Не Понимаем Как Это Применить Как Это Применить Я Вот Хочу Сделать Маленькое Отступление И Все Таки Попытаться Ответить На Вопрос Почему Вот Вопрос Why Do You Need Unix Зачем Тебе Нужен Unix Вы Знаете Я 22 Года Серьезно 22 Года В Софтор Полите Ашуранс Филд Работая Вот В Этой Отрасли Поменяла Наверное Десяток Компаний И Вы знаете Могу вам Сказать Что Теперь Для меня Этот вопрос Как бы Не существует Потому что Ответ Абсолютно Простой Потому что Я хочу Быть Хорошим Тестировщиком Я Действительно Отвечаю Why Do You Need Linux SQL Другие Какие То Толус Мой Ответ Очень Простой Because I Want To Be The Good QA Инженер Я Хочу Быть Хорошим Тестировщиком Я Не Хочу Лимитировать Себя Только С Front End Тестинг И скажу Вам Честно Что Последние 15 лет Я Работаю Только На Back End Тестинг Только Я Пользую Utilize Как Они Говорят Я Использую Знания Linux SQL Selenium И Других Тулс Чтобы Работать Только На Back Энде Хотя Selenium Конечно Это Automation Tool И Это Редко Плохо Связано Мало Связано С Back End Это На самом Деле Идет Простая Имитация Всех Activities Front End Имитация Всех Activities Конечного Пользователя Вот Но Почему Представьте Себе Ситуацию 6 утра Мы Еще Спим В 10 Я Прихожу В Офис И Мне Мой Customer Support Человек Который Принимает Жалобы Тикеты От Пользователей Немедленно Называют Иногда WSOD Wise Screen Of Death Белая Страница Что-то Случилось Вероятнее Всего Даже Случилось С сервером Может 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 быть Может быть Там Где Стоит Этот Server Data Center Не Было Электричества Может Быть Был Какой То Глюк На Каких То Доли Секунды Но Факт Остается Фактом Кто-то Не Смог Воспользоваться Использовать Работать Читать Whatever С нашей Программой С Нашим Приложением Проблема Да Можно ли Сейчас Репликейт Повторить Эту Проблему Репродюс Как Говорится Нет Это Случилось Именно В 6 Утра А Никак Не В 10 Утра Когда Жанна Соизволила Прийти В офис Или Когда В общем-то Рабочий День Начинается У нас Как Правило В 10 Утра Но Надо Понять Баг Был Баг Был Репортед Записан И мы Должны На него Отреагировать Не для Галочки Но Очень Важно На самом Деле Понять Что Ж Это Случилось Если Это Просто Был Какой-то Односекундный Глюк Как Я Говорю Вдруг Что-то Случилось С напряжением Или Еще Что-то Это Одна Проблема Наверное Мы Будем Ругаться С Хозяевами Data Center Да Если Это Что-то Кто-то Пытался Какую-то Хакнуть Нашу Систему Или Какой-то Очень Большой Реквест Послать И Наша Дата Как это База Данных Не Выдержала И Умерла Или Еще Что-то Это Надо Инвестигировать Это Надо Проследить Что Это Было Чтобы Это Не Повторилось Впредь Один Раз Проблема Случилась Это Хорошо Ничего Страшного Но Если Она Будет Повторяться Много И Много Раза Какого Черта Мы Нужны Зачем Мы Нужны Мы Должны Предотвратить Мы Должны А как Предотвратить Понять Что Явилось Причиной И Сделать Соответствующие Выводы Может Что-то Усилить Хардвер Софтвер Улучшить Я Не Знаю И Может Быть Это Будут Над Этим Биться Дев Обс Или Программисты Мое Дело Маленькое Мое Дело Я Должна Понять Что Была За Проблема И Описать Эту Проблему Но Сейчас Опять Таки Я Ничего Не Могу Репликейт Что Же Я Должна Сделать Я Должна Пойти В Лог Файл Я Должна Пойти В Лог Файл Который Вы Знаете На Здесь На Апликейшн Сервер Я Должна Его Открыть Найти Открыть И Не Просто Открыть А Найти Именно Те Строчки В Которых В Шесть Часов Утра Или В Шесть С Минутами Была Запись О том Что Произошло И Это Моя Обязанность Это Моя Обязанность Потому Что Я Отвечаю За Кьюэй За Кволики Оф Ау Апликейшн И Наше Приложение Это Наше Детище Общее Моё Кредо Как Кьюэй Инженера Является Что Сейчас Повстараюсь Перевести На русский Сейчас Секунду Кьюэй Инженера Парс Ар Он Дэсэйм Борт Ви Бос Кэр Абаут Кволики Хай Кволики Оф Дэ Энд Продакт Программисты И Кьюэй Щики Тестировщики Находятся В одной Лодке Мы Оба Оба Партнера Заботятся О том Чтобы Доставить Абсолютно Качественные Высокого Качества Продукт Конечный Продукт Нашему Пользователю И я должна Помочь Это моя Обязанность Если я Не знаю Линекс И не умею Манипулировать С файлами Не могу Понять Где я Нахожусь Не могу Открыть Файл И посмотреть Его содержание Я не смогу Это сделать То есть Это Вот уже Как бы Совершенно Бэйсик Элементарная Причина Почему Я должна Хотя бы На начальном Уровне Понимать Как работает Линекс Понимать Как увидеть Содержание Директорий Файлов Когда они Были созданы Очень важно Уметь Уметь Их Открыть Как мы Открыли С командой Кэт Или С любым Другом Есть Много Способов Увидеть Содержание Файлов И мы С вами Будем Я надеюсь Об этом Говорить Я уже Убедилась Что конечно Дорогие Мои Двух занятий Не хватит По крайней мере Мне Не хватит Двух занятий Чтобы Чтобы Хотя бы Принести То что Я как бы Хотела Я Я не знаю Это зависит Только от вас И от Михаила Может быть Вам Это совсем И скучно И грустно И некому руку Подать И совершенно Не нужно Это просто В зависимости От вашего Фидбэка Мы будем Думать И Михаил Будет принимать Решение Не я Конечно О том Нужны нам Нужно ли нам Продолжать Или нет Первый раз Когда я это делаю Извините На русском языке И первый раз Когда я пытаюсь Вообще Unix Объяснить У вас Нету Даже Я Наверное У многих У вас Из вас Нету Терминала Я вот Что-то На пальцах Пытаюсь Рассказать Да Сергей Мы создали Файл И у него Нету Содержания Вы абсолютно Правы Но Этот файл Уже Имеет Какие-то Как бы Правильно Другой Наш студент Сказал Права Permissions И вот Эти вот Буковки Значки R W Или как вы видите Здесь минус И потом опять Этих значков На минуточку Девять И эти значки Означают Права Каждого Юзера Каждого Владельца Или не владельца Файла Любого человека Кто имеет Доступ И посмотреть Эти файлы Извините Эти девять буковок Нам как раз Показывают Какие права У пользователя Как я уже сказала Девять буковок Я хочу перейти На файл Который Показывает Все Что это Вот структуру Вот ребята Вы сейчас Видите Этот Слайд Команда LS Space Пробел Минус L L Опять Опция L For long Format И опять Первая буква D Вот прям Начинаем Type of file Если это минус Это просто файл Если буква D То это Директория Остальные Девять знаков Вот я Я их highlight Они показывают Права пользователей У Unix Linux Есть Три Группы Пользователей Три Группы Пользователей Владелец Файла Или мы его Называем Owner User Первых Три Первых Три Знака Это Права Владельца Файла И как правило Владелец Файла Имеет Все права Read Читать Буква R W Писать Или Edit Write Read Write Execute То есть Если это файл Как скрипт Shell Script SQL Script Какой-нибудь скрипт Который мы можем Execute Как команду Как программу То я могу Его естественно Execute И буква X Она как раз Обозначает Execute Право Execute Вот я Highlight Первых Три Циферки После Буквы D Которая Показывает Что в данном случае Это Директория Значит By default По умолчанию Владелец Файла Имеет Все Права На него Читать Edit Менять Исправлять Что Значит Write Писать И Execute И если Такого Разрешения Нет Права То мы Видим Минус Например Для какого-то Файла Который Я Имею Здесь Я имею User Owner Имеет Право Только Читать И Edit Видимо File Not Executable Конечно Это Zip Файл Расширение Tar Это Zip Файл Так что Execute Там Нечего Поэтому Естественно Будет Прочерк Минус Следующие Три Значка Я Пойду На Терминал И Вот Покажу Первые Три Значка Первый Знак Это Показывает Что Это Файл Следующие Три Characters Символа Три Символа Ура Я вспомнила Слово Символ Следующие Три Символа Показывают Права Которые Имеют Владелец Файла Как вы Видите Файл One Я могу Как владелец Пис Читать Читать Это значит Открыть Увидеть Содержимое Файла Я могу Его Модифицировать Как я Хочу Вплоть До Удаления И так Как Это Файл Абсолютно Не Экзекьют Это Это Не Скрипт Мы Просто Там Написали Какой Текст На Сам Деле Это Текст Файл Обычный Текст ASCII Текст Файл Да Так что Там Экзекьют Нечего Поэтому Линекс Достаточно Умный И он Просто Не прописал Вот это Вот Разрешение Право Следующие Три Символа Показывают Нам Права Группы Группы Название Группы MK Path Кто-то Сделал Наш Сис Админ Когда он Мне Создал Вот это Инсталлировал Сигвин Почему-то Он Пописал Такую Группу Who cares Как говорится Какая разница Группа Может быть Любая Так вот Разрешение Для Группы Для Пользователей Которые Им Принадлежат Той же Группе Что и я Разрешение Всегда Есть Read Открыть И посмотреть Содержимое Файла И опять Таки Если бы Этот файл Был Какой-нибудь Скрипт Мы бы Увидели Здесь X Но По умолчанию Никогда Никто Кроме владельца Файла Не будет Иметь Разрешение Write Писать Модифицировать Файл Только Не твой Файл Не лезь Только Владелец Файла Имеет Разрешение Модифицировать Edit The Файл То же самое Принадлежит И к третьей Группе Пользователей Третья группа Пользователей Это вообще Все остальные Или как их Называют Other World Целый мир Другой У них тоже Можно прописать Их права И опять По умолчанию Все остальные Пользователи Группы И остального мира Word Или Other Они могут Только Читать Файл И если Файл Executable То они Наверняка Могут Увидеть Там еще Execute Имеют право Execute Вопрос Напрашивается Сам собой Можно ли Менять Право Разных Групп Пользователей Естественно Можно И мы даже Будем это делать И это Очень важно Потому что Если мне Для каких-то Целей Тестирования Нужно Edit Внести Какие-то Изменения Файл А файл Не принадлежит Мне То естественно Я прошу Владельца Файла Hey Мартин Please Change The File Permission Измени Пожалуйста Права Этого Файла Чтобы я Могла Не только Открыть Его И увидеть Содержимое Но Чтобы я Могла Сделать Изменения Хорошо Кстати Сейчас у нас Есть Несколько Файлов Два Файла Которые Не пустые И мы Сейчас Сможем Run Команду Файл И увидеть Какой же Тип Этих Файлов Потому что Как вы Видите Мы не Написали Никакого Расширения Посмотрим Или Леникс Нам Поможет В этом Это Кстати Очень Популярный Интервью Вопрос На Интервью Как Понять Как Узнать Какой Тип Файла В Лениксе Зная Что Сам Леникс Не Требует Никакого Расширения Файл Фрюц Что-то Я Прицепилась К этим Фрюц Окей И Что же Нам Сейчас Эта Команда Выдаст Извините Что так Медленно Работает Абсолютно Четко Вот тебе Название Файла Фрюц И Немедленно Аскитекст Это Обычный Нормальный Текст Файл То есть Типа В Notepad Который Мы Пишем Хорошо Вот То Что мы Сегодня Поняли Значит Я Попыталась Ответить Я думала Что я Сделаю Это Позже Но Так Как я Увидела Вопрос В Скайп Я Так Сказать Отступила От Моего Плана И Директория Execute Не нужен Ты Не можешь Запустить В Директорию Но По умолчанию Опять Таки Линекс Не знает Какие Файлы Ты положишь В эту Директорию Он Не знает Денис Или Это Будут Файлы Которые Будут Скрипты Которые Можно Будет Execute Или Это Будут Вот Такие Вот Простые Абсолютно Простые Текстовые Файлы Или Какие То Еще Которые Конечно Невозможно Execute Никогда Вот Поэтому По умолчанию Мы Всегда Даем Не мы Линекс Что-то Я такое Говорю Линекс Всегда Дает Всем Директориям Как ты Видишь Как вы Извините Я натыкаю Как вы Видите Овнер Владелец Файла Директории Имеет Конечно Read Write Execute А Они Потому что Ты не знаешь Вдруг Там будет Внутри Какой-то Executable Файл Поэтому По умолчанию Линекс Настолько Умен Что Он Дает По умолчанию Вот Такие Вот Права Да Вы Абсолютно Правы Когда Вы Говорите Что Ты не можешь Execute Директорию Это Маразм Вот Дальше Вопрос Мы Ответили Дальше Ребята Я вижу Что Есть Кто-то Задает Вопрос Суда Есть Такая Команда Судов Что Она Значит Супер Юзер Дум То Есть Я понимаю Что Здесь Екатерина Попыталась Ответить На вопрос Что Хей Если Жанна Юзер Жанна Пользователь Жанна Допустим Не имеет Права Edit Какой-нибудь Файл Потому что Она Не является Его Владельцем То Она Просит Владельца Файла Изменить Право Чтобы Я могла Его Edit Но Есть Когда Мы Пользуемся Правом Супер Юзер Когда Мы Пользуемся Правом Супер Юзера Ребята Допустим Речь Идет О коде О Сорс Код Что Такое Сорс Код Это Сотни Тысячи Десятка Тысяч Разных Файлов Совершенно Разных И скриптов И PHP И Shell И SQL И HTML И имиджи И CSS И JavaScript О май гад Столько Всяких Разных Файлов Тысячи И десятки Тысяч И естественно Никакой Владелец Екатерина Или Жанна Или Петя Или Вася Или Мартин Даже Если Эти Файлы Имеют Для всех Разрешение Читать Писать Экзекьют Рид Райт Экзекьют Естественно Никто Обычному Владельцу Юзеру Жана Не даст Разрешение Копаться В них Потому что Это Сорс Код Даже Если Я его Деплой Как это Инсталирую На Кюэй Машине Да Нет Для этого Чтобы я работала С какими-то Специальными Это Для Секьюрити Дай Каждому Юзеру Каждой Жане Дай Аксес Доступ К Сорс Коду Кто Ж Такое Делает Ребята Нет Я Должна Мне Должно Быть Прописано Право Что Я могу Изменить Что Владелец Жанна В данном Случае Допустим Владелец Михаил Как мы Видим Вот Это Имя Владельца Юзера Михаил Что Он Может Стать Имеет Credentials User name And password Супер Юзера И Только Супер Юзер Может Теперь Уже Ковыряться Даже Просто Открыть И Посмотреть Содержимое Не Говоря Уже О том Что Даже Edit Файл Который Как бы По Разным Причинам Не Хочет Открываться Обычному Юзеру И Не И 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 Поэтому Я Должна Пропечатать Команду Судо Суп Что Значит Супер Юзер Ду Я Должна Провайд Имя Супер Юзера И Я Немедленно Получу Промпт А Какой Же Паспорт Он Е Ты И И И И И Только После Этого Я Смогу Работать Со Специальными Файлами Или С Файлами Которые По Какой То Причине Наши Дев Обс Люди Которые Отвечают За Сохран За Секьюрити Кода Потому что Код В конце Концов Сорс Код Это Это то Чем Владеет Компания Это Пропритори Вещ Это Собственность Компании Которая Может Иногда Стоить Большие Деньги Вот То То Мы Используем Супер Юзер Ду Команду Суда Чтобы Нас Конверт Обычного Юзера В Супер Юзера Которому Можно Будет Разрешить Работать С Различными Файлами Я Знаю Что Вопросов Сумасшедшее Количество Должно Быть Я Постараюсь Are you Are you Changing Ира Sometimes I do not Change The Source Code Может Быть Мне Повезло Может Быть Мне Повезло Потому Что В нашей Компании Я Не Только Не Только Тестировщик Я Вообще Директор Of Quality Assurance Но Кроме Этого Я Ищу И Релиз Инженер И Билд Инженер То Я Абсолютно Четко Имею Аксес Доступ Доступ К Source Коду Но Я Не Сумасшедшая Чтобы Его Зачем То Портить И мешать И так Далее Иногда Я Чиню Баги Тоже По крайней Мере Всякие Мисс 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 Спеллинг Или Там HTML Какие-то Ошибки Я Умею Их Чинить Сама И Чиню Поэтому Да Я Имею Доступ К Source Коду И я Могу Его Изменить Но Конечно Я Не Делаю Эти Глупости Потому Что Это Может Быть Очень Серьезно И Очень Большая Опасность Лучше Туда Не Лезть Даже Для Моей Безопасности Лучше Не Лезть В Такие Дебри И В Такие Вещи Здоровее Будешь Как Говорится Но Для Для Того Чтобы Провести Тестирование Очень Часто Надо Суметь Залезть В файл И Сделать Изменения Элементарный Пример У Нас Есть Один Из Компонентов Нашего Приложения Где Работаю Есть Такая Возможность Посылать И Карт То есть Вместо Того Что Послать Открытку Поздравительную Открытку Карточку По почте По обычной Почте В почтовый Ящик Сейчас Очень Популярно Посылать Интернетовские Карточки Вы Наверное Это Знаете И Это Везде Очень Популярно И на Яху И на Американ Гритинг И у У нас На нашем Приложении Тоже Есть Такая Как То Фичер Но Тоже Есть И Там Есть Разные Возможности Ты можешь Отправить Эту Карточку Немедленно И Твой Человек Которому Ты посылаешь Получит Ее Немедленно Или Я могу Просто Schedule To set up Эту Карточку Сейчас И сказать Вспомнила Допустим Что у моего Приятеля У моей Подружки День рождения Через Две Недели И Давайте Я Создам Эту Карточку Сейчас Пока Я не Забыла Но Я хочу Чтобы Моя Подружка Получила Ее Через Свой Имейл Только Через Две Недели Отличная По-моему Это абсолютно Отличная Фичер И Мне она Очень нравится Но Как же Это Протестировать Конечно Я могу Сидеть Две Недели И ждать Я могу Set up И schedule Эту Карточку А потом Сидеть Две Недели И ждать Может Это будут Последние Две Недели Моего Эмплоймента Потому Что Это Маразм Но Протестировать Надо Протестировать Этот функционал Надо Конечно Как же Я Это Делаю Во-первых Я Сама Не настолько Умная Чтобы Самой Понять Как Можно Это Ускорить И не Ждать Две Недели Я Я Разговариваю С Программистами И Он Он Не Говорит Что Слушай Есть Файл Скрипт PHP Скрипт Мы пользуемся На бэкенде Мы пользуемся Языком PHP Вот На бэкенде Есть скрипт PHP Который Как раз Отвечает За то Чтобы мы Посылали Вот эти Вот карточки В правильное Время И если Ты пойдешь Внутрь Этого Файла И найдешь Строчку 186 И Видоизменишь Ее В таком То В таком То Нужном Виде То Это Будет Выглядеть Что Уже Две Недели Там Проставишь Как бы Правильную Дату Изменишь И это Будет Выглядеть Что Две Недели Уже Прошло И Ты Сумеешь И твой Ресипент Ну Тот Там Емейл Уже Получит Твой Емейл Как будто Это Было Через Две Недели То То есть Даже Для Этих Вещей Даже Для Таких Вот Вещей Нужно Знать Линекс Без Этого Ты Никуда Не Делаешь Ты Связываешь Себе Руки И Ты Себя Просто Ограничиваешь Какими То Ну 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 Почему Мне Кажется Что Сейчас Чистый Black Box Тестинг Чистый Просто Тестировать С End User Point Of View С Конечного Пользователя С точки Зрения Конечного Пользователя Это Конечно Не то Чего От нас Ожидают Совершенно Не то Чего От нас Ожидают Мои Дорогие Я Конечно Могла бы Говорить Еще И еще И еще Но В час Дня У меня Начинаются Классы Здесь On Side И мне Надо Чуть Чуть К нему Подготовиться Поэтому Я Наверное Наше Занятие Может быть Даже Прерву Сегодня И поговорю С Михаилом И вы Тоже Я Не знаю Может быть Кому-то Это Интересно Может быть Многие Из вас Это Все Знают Но Поверьте Что Мне Есть Очень Много О чем Сказать Именно Леникс Больше Того Я Уже Рассказывала С самого Начала О том Что Вот Абсолютно Everyday Activity Такая Абсолютно Регулярная Фетиция У вас Звучит Очень Серьезно Ребята Вот Действительно Мне нужно Практически Каждый День Залезть В Лог Файл Найти То Что Случилось В продакшен То Что Я Не могу Отследить Сейчас Потому Что Это Было Ночью Потому Что Это Было Позавчера Потому Что Это Было Что А Мы Пропустили И Только Запись Об этой Проблеме Существует Вот В этом Вот Лог Файле Понимаете Поэтому Мне Нужно Туда Влезть И Если Честно Я Со Своей Работы Даже Притащила Сюда К нам В школу Лог Файл Который Мы Не Зная Языка Программирования Ни Одного Сумеем Протестировать Ребята Мы Сумеем Его Протестировать И Каждый Из Нас Сможет Из Нас Из Вас Сможет Написать В своем Резюме Тестировал Лог Файл В Лениксе Представляете Как Это Здорово И Я Конечно Бы Хотела Это Сделать Но Время Время Я Я Не Могу Начать С Чего То Более High Level Потому Что Это Получается Все Равно Как Изучать Сейчас Мат Анализ Не Зная Таблицу Умножения Опять Таки Я Не Знаю Ваш Уровень Наверняка Многие Из Вас Сейчас Смеются Надо Мно И Говорят Что Она Болтает Дважды Два Вот А нам Может Нужны Намного Более Серьезные Вещи Но Я Действительно Решила Начать С Проработала Продумала Какой-то План Но Поверьте Что Мне Пришлось Немножечко Перепрыгивать Вот Мне С вами Очень Интересно И Я Практикуюсь В русском Языке У меня Английский Это не Очень Вы Сами Слышите Мой Акцент Но Просто Я 23 Года В Америке И Я Не Знаю Терминологию Я Разговариваю По-русски Все Время Дома И Учу Моих Внуков Говорить По-русски Только По-русски И По-украински Немножко Конечно Но Терминологию Я Не Знаю Поэтому Я Прыгаю Дякую Дякую Щиро Дякую Я Благодарю Всех Вас И Мои Дорогие На Сегодня Я С вами Прощаюсь Я Вам Желаю Вы Спрашиваете Про Домашку Я Увидела Чей-то Месседж Текст Про Домашку Ребята Во-первых Было Было Интересно Если Вы Установили Установили У себя Терминал У кого Нет Во-вторых Я Сейчас Пропишу Домашку Здесь Я Буду Писать По-английски Ребята Я Не Умею Я У У Ме Кейборда Русского Нет Sorry For That Create File New File With The Name Vegetables Мы Уже Создали Фрукты А Теперь Vegetables Using Cat Command Это будет выглядеть как cat, redirect, vegetables, right? Это вот так вот будет выглядеть. И вы пропишите whatever vegetables you know. И это будет вот просто повторить. Используйте команду touch, echo, ls, ls-l. Кроме того, мои дорогие, как узнать, где я нахожусь? О май гаш, ну где-то я, а я вам тут вещала с самого начала, чтобы по умолчанию, как только мы логин, мы попадаем в нашу домашнюю директорию, home directory. Так вот, команда PWD, которую вы будете пользоваться бесконечно. Чтобы не заблудиться, чтобы в любой момент знать, где вы находитесь. Эта команда расшифровывается как print working directory. Иногда говорят present working directory, но на самом деле print working directory. Давайте-ка мы её клик, и мы видим absolute path от root, which is the top. Видите, я даже не успела с вами сегодня поговорить о root директории. Forward slash – это символ root директории. Нет ничего за ней. Это самый верх. Всё остальное, я вам говорила, что одно из свойств, главных свойств Unix Linux – это иерархия. Очень сильная и строгая иерархия. Так вот, ничего нет. Самый верхний уровень – это root. Потом home. А потом каждый пользователь имеет свою home директорию. И как бы ты ни вошёл в свой терминал, ты всегда попадаешь в свою, к себе домой, в свой home directory. Вот. То есть команда PWD не позволяет вам заблудиться. Вы можете зайти в любые дебри. И, о май гад, что делать? А ничего, ты ран команду PWD и вернись-ка ты к себе домой. А вернуться к себе домой ты можешь, когда ты ран команду CD, change directory. И никакого аргумента команда CD без всяких options и без всяких аргументов всегда приведёт тебя домой. Всё, ребята, на сегодня всё. Я не знаю, у вас ночь или утро. Наверное, вечер. Я вам желаю спокойной ночи. Самого хорошего, тёплого вечера. Мне было с вами хорошо. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok